Друзья, всем привет! Меня зовут Иван Калин. На этом канале делюсь опытом торговли на маркетплейсах. И сегодня у нас мясная спрессованная тема. Мы будем разбираться, как анализировать наших конкурентов для того, чтобы понять свой идеальный продукт. Именно продукт это сейчас такая вот тенденция, которая по факту влияет на то, будете вы успешным селлером или вы проиграете на этом рынке. Поэтому смотрим внимательно, подписываемся и начинаем. Анализ конкурентов довольно нудная история, когда надо сидеть, анализировать и вроде как бы мы всегда на это забиваем, честно говоря. Поэтому я решил упростить и добавить сюда интереса, чтобы мы не просто анализировали ради какого-то анализа. Мы с вами должны понять, где наши точки роста. И мы их можем определить только если мы будем смотреть, кто наши конкуренты и кто покупает наши товары. Поэтому тот чек-лист, который я сейчас вам дам, он максимально простой. Мы не будем смотреть, кто там по возрасту. Мальчики, девочки покупают. Социодемографические показатели нам неинтересны. Это уже давно устарело и умерло. И сейчас работают другие правила, которыми я хочу с вами поделиться. Как обычно, у нас с вами будет табличка, которая поможет составить наше идеальное техническое задание по тому товару, который мы с вами продаем и которым конкурируем. Сейчас, друзья, такая тенденция. Если у вас товар дерьмовый, значит будущего на маркетплейсах у вас нет. А чтобы продавать качественный товар, нужно как раз анализировать конкурентов. Итак, шаблон оставлю в своем телеграм-канале. Можете его найти под этим видео. Подписывайтесь там тоже и скачивайте шаблон. Он нам точно пригодится. Итак, какие же три пункта? Пункт номер один. Это цифровые показатели по нашему конкуренту. Что нам нужно сделать? Необходимо понять ассортимент нашего конкурента. Мы на примере Яндекс.Маркета сегодня разбираемся этой историей. И зайдем в нишу смарт-часов. Я думаю, много кто их пробовал продавать. Кто-то продает сейчас даже успешно. Кто-то плюнул 10 раз на эту нишу. Но, тем не менее, друзья, надо как бы вникнуть в эту суть. Итак, мы можем посмотреть визуально, да, хотя бы, что продается, что предлагается. Обычно все сортируется именно в том порядке от самых классных товаров, которые хорошо продаются. И все ниже-ниже по объему продаж. Но мы на этом никогда не останавливаемся. Мы с вами идем в сервис аналитики. И по хедлайнерам, по тем товарам, которые самые успешные в этом ассортименте. А мы взяли только одного конкурента. Но нам надо минимум 5-10 таким же образом проанализировать. Что мы делаем? Мы смотрим зависимость, да, как влияет цена на объем продаж. Цену повысили, продажи упали. И так далее. Цену начинаем снижать и объем продаж начинает расти. Как цена влияет в этом товаре на объем продаж. Сервис Money Place. Как бы это мой рекомендацион. Я им всегда пользуюсь. Итак, что еще мы можем посмотреть? Нам очень важно, как часто подсортировывается товар. На каких складах он находится. Куда его отправляют. И здесь мы тоже можем это посмотреть, чтобы планировать свои логистические цепочки. Опять же, смотрим на будущее. Если мы будем работать с Китаем, это жизненно необходимо. Надо понимать, как должны работать деньги. Сколько их должно быть, чтобы мы вовремя из Китая. Привозили свой товар. Но это не все. Мы еще не ответили на вопрос, какой идеальный товар в этой нише. И сейчас самое мясо. Теперь мы должны изучить креативы. И какие буллеты на них указаны. На что обращает ваш конкурент внимание для целевой аудитории. Про нее мы чуть позже поговорим. Итак, давайте посмотрим хотя бы первого. Во-первых, мы не будем говорить красиво-некрасиво. Мы самое главное изучаем. На что обращается внимание. На самом главном креативе. Быстрые уведомления. Спортивный режим. Контроль здоровья. Гарантия 1 год. Техподдержка 7 дней в неделю. Женские смарт-часы. То есть здесь хотя бы не унисекс, а смарт-часы женские. Дальше. Второй креатив. Ну, уже здесь как бы очень мелко. Уже плохо видно. Но что-то уже начали здесь накидывать потом фотографии. Да, тоже мелко. И какие есть здесь внутренние возможности данного товара. Это мы с вами посмотрели только первого. Да, указывается много всякой крутой штуки. Обычно такие креативы берутся, если честно говоря, там 1688 или с Alibaba. Даже без каких-то изменений там сюда вставляется. Все это дело по факту надо выписывать себе. Или хотя бы сравнивать, что есть у конкурента, а чего у вас нет. На что бьет, вот фокусирует внимание конкурент. А вы как бы такие, да не, это вроде что-то не то. Это вроде как бы не важно. Теперь по поводу важности мы берем из своей головы, вытаскиваем. И как бы мы ничего не знаем. Мы как инопланетянин прилетели и смотрим. Как будто бы выбираем эти часы себе. Попробуйте на самом деле пройти вот этот путь клиента. Чтобы понять, да, вот прям побыть, так скажем, в шкуре клиента. И почувствовать, да, свои внутренние эмоции. Что, блин, что-то не хватает. А вроде бы то или не то. Ну, 100% вы с этим сталкивались. Кто-то из вас изучает вот характеристики, прям каждую смотрит. Кто-то наоборот, эти характеристики не так важны. Смотрит, как это все упаковано, какая подача. Представляете, как вы будете носить эти часы, допустим, и как на вас будут смотреть люди. Это, опять же, разные типы вашей целевой аудитории. Подумайте об этом, да, подумайте, на кого больше это ориентировано. Если это девушки, вряд ли они смотрят и изучают все эти характеристики. Им скорее надо как бы базово три приложения каких-то, какие-то основные функции и как они себя будут чувствовать, да. Если там, может быть, ремешки дополнительные. Но я забегаю вперед на самом деле. Мы с вами изучили конкурента. Давайте перейдем ко второму шагу. Второй шаг – это как раз изучение целевой аудитории. Как она хочет видеть себя с этим товаром. Что для этого нужно? Можно изучить отзывы, посмотреть вопросы. Потом посмотрим, что из этого получится. Итак, мы проваливаемся. И это у нас уже другие часы. Вот такие вот золотистые. Вот здесь вот вы видите. И мне самое интересное, конечно же, какие негативные отзывы. Потому что в них как раз есть определенная боль, которую мы на старте, да, если мы хотим тоже такой же товар продавать, или продаем и хотим быть лучше, мы можем это предусмотреть, воспользоваться вот этим вот негативным опытом другого конкурента и этого избежать. Каким образом? Сейчас поговорим. Давайте посмотрим. Никакого Wi-Fi нет в характеристиках заявленного. Часы перестали заряжаться на второй неделе. Не заказывайте. Хотя стоит пять звезд. Видимо, сначала кайфанул, а потом дописал. Итак, внешний вид и упаковка – это достоинство. А недостатки что? Полная ерунда. Правильно показывает только время. Раздражает постоянно выключающийся дисплей. Остальные никакие датчики не работают корректно. То есть мы видим прям полноценный. И это не один, да, отзыв. Несколько. Да, с одной стороны, может быть, это хейт, да, другого конкурента. Или что-то не разобрался сам покупатель. Но мы должны сделать допущение, что, может быть, здесь правда написано. И мы должны это предусмотреть. Каким образом? Во-первых, мы сами должны быть фанатом своего продукта. Хотя бы какое-то время. Хотя бы на старте. Взять, поносить, попробовать все функции. Продаете одежду – пожалуйста. Поносите, постирайте. Еще поносите, еще постирайте. Как себя будет вести ткань. Будет ли она линять и так далее. И так со всеми товарами. Дальше. После того, как вы поняли, что все круто. Или что-то лажает. Вот если плохо, надо идти уже к своему поставщику. И сказать, слушай, вот здесь вот это плохо работает. Можем ли мы что-то сделать с этим? С часами, конечно, понятное дело. Все, вопрос, как бы там в Китае на любой выбор, на любой вкус. И на любой кошелек можно найти любые товары. В том числе и эти часы. Может быть, вы найдете то, что нужно людям, но оно будет дороже. И здесь уже вопрос маркетинга. Если это дороже на 500 рублей, в итоге для конечного покупателя, тогда, конечно, стоит попробовать в виде отдельной линейки, да, отдельного ассортимента, сказать, что, ребята, я, короче, все изучил. Снимите видео, кстати. Покажите, что все работает замечательно. Видите? В принципе, уже, как мне кажется, становится интересно, когда вы начинаете сами погружаться в свой товар. Если, как бы, вы человек математики, вам вот главные цифры, бабки, объем продаж, тогда наймите себе такого человека продукта. Найдите его. Он не так дорого стоит. Возможно, это будет какая-то ваша фокус-группа, какой-то специалист. Где и как их находить? Сейчас об этом тоже поговорим. Закончим только вот с этой сосей эпопеи. Кроме негатива, надо почитать, конечно, и положительные отзывы, за что товар хвалят. И вот те моменты, где это прикольно, за что хвалят, это как раз и стоит указывать на тех креативах, на самых главных, что у нас именно то, что вам нравится. Вот, пожалуйста, прямо на самом главном креативе, крупным шрифтом. Классно выглядит. Вот я говорю, кто-то на цифры, на характеристики, кто-то классно выглядит. Людям очень важно, и вот это нельзя игнорировать. Многие селлеры чисто про цифры, чисто бизнес, бабки, как оно выглядит. Вот себе покупаем хорошие вещи, хорошие часы и так далее. И как бы мы же выбираем. А потом продаем что-то более дешевое, такие, ну а что там? Нет, нельзя так относиться к товарам. Поэтому посмотрите на себя со стороны, как вы к этому относитесь. Теперь, мы с вами посмотрели вот эти два момента, и мы с вами начинаем писать тех задания. Берем табличку, да, пишем здесь ссылки на товары конкурентов, пишем комментарии и пишем по каждому буллету, что и как мы хотим улучшить. Например, вот, не работает Wi-Fi. Берем пять конкурентов, смотрим у них отзывы, что и как. Эту работу можно сто процентов делегировать. Она стоит копейки, справится, в принципе, любой на фрилансе. Даже своего менеджера загружать не нужно. Но когда у вас будет вот такая карта всех характеристик, и у кого где что хромает, вы сможете ориентироваться на этом поле конкуренции. Не только в цифрах, но и именно в качестве товара. Отдельно давайте посмотрим, что есть еще и вопросы. И здесь люди часто задают одни и те же вопросы, а никто на них не отвечает. Здесь мы можем посмотреть, что конкуренты, ну типа, забивают. Вы так не делайте, да. Анализируем вот эти вопросы. Можно ли смотреть фотографии? К сожалению, нет. Да, вот эти все вопросы, это тоже желание клиента. Если возможно купить похожие часы, где такая функция реализована, то, пожалуйста, вот вам идеи, которых нет на рынке, но под них уже сформирован спрос. Блин, мне кажется, это очевидно. Напишите обязательно в комментариях, кто вот именно так заморачивается и все вот это делает то, что я и перечисляю. Вам просто Оскар и памятник надо поставить при жизни, чтобы прям суперселлер. И вот хотелось бы, конечно, узнать, как у вас еще и с продажами. Потому что товар может быть классный, но вы его не продвигаете. Еще один очень крутой инструмент, который называется Яндекс.Вордстат. Мы с вами посмотрели отзывы, реакции, эмоции. Теперь нам надо залезть в голову к клиенту и посмотреть, как он мыслит, что он ищет, какие у него словосочетания, в какие слова он играет. Что для этого нужно? Кстати, обратите внимание, кайфовый Яндекс.Вордстат, они обновили. Просто это невероятно круто. Наконец-то! Ну, я очень искренне рад. Что я хочу показать? Есть вот такая тема топ запросов. Я взял запрос Smart Watch Ultra. Это типа такой официальный копия Apple. Ну, как бы все знают, что это реплика, но она так вот продается. У нее есть 8500 запросов за месяц. И дальше есть различные слова формы. Кто-то ищет даже приложухи. То есть, там система Android вместо iOS. И как бы, ну, вот люди ищут инструкции. Пожалуйста, дайте людям инструкции. Дайте им ссылки на приложухи. Скажите, что у вас это есть. Вы уже улучшаете свой продукт, не меняя, как бы, сами часы. Плюшка? Плюшка. Видим запросы? Видим. Как ищут? Видим. Видим. Какие модели ищут? 8, 9, 800 и 49 миллиметров? Видим, видим, понимаем, понимаем. Что нужно сделать? Нужно написать у себя, чтобы это было в SEO обязательно. Ну и, конечно, это должно быть в вашем ассортименте. Что еще прикольного? Регионы. Вы можете посмотреть, где вы можете еще и рекламироваться. К примеру, берем десктопы и смартфоны и смотрим. Центр. Москва, Поволжье, Юг, Северо-Запад. Ну, типа Питера что-то. Сибирь. Урал. И видим, и смотрим, где нахрен не надо. Нахрен не надо в Брянске, в Волгограде, Саратов, Итольяте. Запросов минимальное количество, доля минимальная. Поэтому вы понимаете, да, куда ориентироваться, на какие регионы. Это можно делать, когда настраиваете рекламу. Либо внешнюю рекламу. Тоже берем себе на заметку. Не халтурим. И теперь смотрите, как ищет ваш товар. Мне кажется, сейчас вы должны просто накидать лайкосов, потому что очень просто. Даже здесь, смотрите, в России 10 тысяч запросов. Убираем десктоп. Смотрим, сколько будет. 7 и 8. Ну, что сказать. Почти что 80% это поиск на смартфоне. Вас ищут со смартфонов. Да, ну вообще, в принципе, трафик он мобильный. Поэтому, когда мы, если вернемся к нашим конкурентам, посмотрим вот на этот мелкий шрифт, что нужно сделать. Надо покрутить пальцем у виска. Типа, ну, нахрена такой. Вот и зайти еще с телефона. К тому же не забываем, что телефоны у многих не с большим экраном. И как это будет выглядеть? Ну, мне кажется, вообще никак. И только будет спасать то, что здесь хорошие вот фотографии, что можно, вау, как классно я буду выглядеть. И не надо мне ваши характеристики смотреть. Поэтому себе еще на заметочку. Теперь переходим к третьему шагу. Мы должны понять, как это строится в информационном пространстве. Какой образ у вашего товара. Что о нем говорят блогеры. Нам надо изучить блогеров. Мы здесь можем вбивать разные ключевые запросы. Смотреть, вот какая выдача будет, что какие подсказки будут в поисковой выдаче. Смотрим, кто эти копии брендов Apple рекламирует. Дальше давайте зайдем кому-нибудь на канал. Смотрим, что он рассказывает, как он позиционирует. То есть, если мы посмотрим, даже если вам это не нравится, 5-10 видосов разных блогеров, то мы найдем какие-то закономерности, на что они топят, на что они обращают внимание. По факту, многие из них сделали за вас позиционирование того товара, который вы хотите продавать. Понятное дело, с часами, с электроникой будет попроще. С одеждой надо уже заморочиться там в инстаграме поискать. Где-то еще. Именно там, где есть те блогеры, которые как раз работают с вашим товаром. И также посмотрим на комментарии. Комментарии – это те же скрытые отзывы, вопросы. Здесь люди как бы более раскрепощенные. Вы же не можете зайти на тот же Яндекс.Маркет и сказать, «Эй, ребята, как у вас там дела? Что хотите?» Нет. Но вот здесь люди как бы они вот… А то, что у них, так скажем, в голове, то и на языке, то и на кончиках пальцев, они это все печатают на клавиатуре. И мы это можем считывать и из этого делать тоже определенные выводы, как мы делали это с отзывами. Брать на заметку. И каждый булли, да, каждый смысл мы себе должны заложить в нашу табличку в виде характеристики, которая должна быть у вашего товара. И теперь что-то поставщик вам не может гарантировать, то есть какой-то брак, и вы должны его проверить, да, вот пришла партия, вы проверяете. Таким образом у вас всегда будет рейтинг выше вашего конкурента. Стоит ли это денег? Конечно. Будем платить больше фулфилменту. Фулфилменту Пакован очень хороший, кстати, можете загуглить. Если вы сами делаете, дольше будут работать сотрудники, да, будете им переплачивать. Посчитайте вашу финансовую модель и, скорее всего, вы увидите, что это не такие уж космические деньги. Но что это вам дает? Конечно, это дает больше положительных эмоций, больше рейтинг, больше отзывов, больше советов и рекомендаций именно вашего товара. И вы по-честному сможете заявить, что у вас самый крутой, продуманный товар. Вы заморочились? И только таким образом, ребята, по-честному сказать, сейчас это все будет работать в те года, когда реклама, просто перегретые, бешеные конские аукционы, когда у нас ДРР зашкаливает. Что мы можем делать? Только классный продукт. Как мы его можем сделать, придумать? Только изучив конкурентов и целевую аудиторию и также понять, как это формируется в информационном пространстве блогерами. Вот, пожалуйста, три шага, которые вы должны себе применить, если вы хотите быть успешным селлером. Ну что ж, было полезно. Не забываем подписываться, ставить лайкосы и писать свои вопросы в комментариях. И я с вами прощаюсь. До следующего видоса. Пока-пока.